Всем большущий привет, дорогие друзья! Меня зовут Раи, и вы попали на мой музыкальный блог, который называется Хижина Музыканта. Кстати, можете на него подписаться, чтобы вступить в ряды настоящих музыкантов. В этой хижине вы всегда сможете найти очень качественные уроки по игре на гитаре и на остальных инструментах, как каверы на различные песни, а также разборы песен. Так вот, сегодня я решил открыть еще одну рубрику, которая будет посвящена губной гармошке, а именно обучению на губной гармошке, обучению игре на губной гармошке. Вы скажете, есть же уже уроки в интернете? Да, дорогие друзья, есть уроки по обучению игре на губной гармошке. Но я хочу поделиться с вами своими мыслями, своей методикой по игре на этом инструменте, на этом замечательном инструменте, и поэтому будем слушать меня в этом случае. Если хотите научиться играть на губной гармошке очень быстро, интересно и классно, скорее подписываемся на канал. Кнопку на подписку вы можете найти внизу под видео. Давайте приступим. Что такое губная гармошка? Это очень портативный, маленький и умещающийся в руке инструмент. Его можно с собой брать в любую дорогу. Очень классный инструмент, но также на нем можно исполнить очень много произведений, много ритмических рисунков и всего лишь на таком лишь инструменте. Обычно на маленьком инструменте ничего многое не сделаешь, а вот на губной гармошке можно. Это один из моих любимых инструментов. Вот на столе вы видите несколько моих губных гармошек. Это мой небольшой арсенал, который часто используется. Часто с ними я выступаю, именно с этими гармошками. Ну, еще есть другие гармошки. С чего мы начнем наше обучение на губной гармошке? Конечно же, с ознакомления. Сначала познакомимся с различными видами губных гармошек, с различными фирмами также. Так вот, давайте приблизимся поближе к столу и посмотрим, какие губные гармошки вас тут ожидают. Вы слышали о такой фирме, как Honor? Замечательный музыкальный бренд, который известен, наверное, каждому. Эта фирма выпускает очень много различных инструментов, но она очень так изначально известна благодаря выпуску губных гармошек. И поэтому губные гармошки больше всего выпускает фирма Honor. Поэтому во всех магазинах вашего города вы, скорее всего, встретите только эту фирму. Но помимо этой фирмы, еще я вас познакомлю с такой фирмой, как Suzuki. Вот тут тоже Suzuki. Это уже японская фирма. Вы наверняка эту компанию знаете по выпуску мотоциклов различных. Вот я, например, знаю, что они мотоциклы выпускают. Но вот будете теперь знать, что они еще и занимаются выпуском замечательных губных гармошек. Также имеется у меня в наличии губная гармошка от компании Tombo. И модель губной гармошки Lee Oscar. Тоже хорошая такая компания. Этих компаний по выпуску губных гармошек на самом деле не очень много. Еще вот Honor – это немецкая компания. Еще также есть очень известная и качественная такая компания по выпуску губных гармошек. Именно только губных. Под названием Zeidel. Дорогая фирма, но она того стоит. Качественная фирма. Будете знать. Также имеется в наличии такая фирма, как Herring. Вот самые популярные и самые такие известные, распространенные фирмы по выпуску губных гармошек я вам назвал. Их на самом деле не очень много. Да и немногие могут выпускать инструменты. Сами понимаете. Вот если вы заметили, дорогие друзья, все эти гармошки имеют одинаковое количество дырочек. Ну, если вам видно. И размер, длину. Видите, у всех одинаковая длина. А знаете почему? Потому что это диатонические гармошки. У них 10 отверстий имеется. Даже пронумерованы. Именно такую гармошку вам, дорогие друзья, нужно будет приобрести, чтобы со мной учиться играть на губной гармошке. Какие виды губных гармошек вообще существуют? Самая распространенная гармошка это диатоническая. Вот она. 10 дырок. На ней можно сыграть очень много вещей. Очень много. Абсолютно. Еще есть гармошка Tremolo. Она имеет намного больше дырок, чем 10. И у нее звук такой переливчатый. И такую гармошку, дорогие друзья, вы наверняка даже держали в руке. Потому что она плюшевая, дешевая. Ее можно встретить у многих людей в виде подаренного подарка. Это автология, но все же правда. Очень часто губную гармошку Tremolo вам дарят. И не разбираются люди, что вам подарили на самом деле. На самом деле они подарили не очень-то хорошую гармошку. Почему? Потому что на гармошке Tremolo ничего такого хорошего не сыграть. Стоящего. А если даже сказать по правде, вам, начинающим, будет даже сложнее, если вы его приобретете. Потому что на нем, говорю же, невозможно учиться по той методике, которую я буду вам преподавать. Еще имеется хроматическая гармошка, которая сбоку от губной гармошки имеет слайдер такой, при нажатии на которую вы на полтона повышаете ноту. Это уже полноценный такой инструмент, на котором можно, как на фортепиано, играть абсолютно такие классические вещи. Многое можно сыграть, чем на диатонической гармошке. Но на диатонике тоже можно много сыграть, поэтому мы с него и начнем обучение. А дальше вы уже будете сами смотреть, оставаться ли на этом инструменте или переходить дальше. Дальше, дорогие друзья, смотрим. На каждой губной гармошке имеется обозначение вот такое D или же C. Сбоку губной гармошки все это может располагаться также. А знаете, что за это обозначение? Эти латинские буквы означают семь нот. Как вы знаете, всего семь нот существует. Дорами фасоль аси до. Дорами фасоль аси. Опять до сказал. И вот эти семь нот латинскими буквами обозначаются именно вот так. Вы сейчас на экране увидите их обозначение. С это до, Д это ре, Е это ми, Ф это фа, Дж это соль, А это ля, Аш или Б это си. Самая распространенная тональность среди губных гармошек это, конечно же, до. Вот она, до гармошка. Обозначается как С. Именно такую гармошку в этой тональности вам нужно будет спросить в магазине. Так что, дорогие друзья, досматриваем этот ролик и бегом в магазин за покупкой губных гармошек. Ну и хотя бы одной губной гармошки. В тональности С вам нужно приобрести губную гармошку. И чтобы эта гармошка была диатонической. То есть, имела 10 дырок. Теперь встает вопрос, какую губную гармошку вам приобрести. Я советую купить губную гармошку Special 20. Или Golden Melody в первую очередь. Вот два. Две гармоники, которые я советую приобретать. Потому что звук у них просто наиотличнейший. Компания Honor. Губная гармошка Golden Melody или Special 20. Ну, лучше Special 20 приобретите. Но хотя моя любимая гармошка Golden Melody. Просто потому что звучание у него шикарное. Я люблю всякие традиционные народные мелодии. Играть татарские, ирландские. Поэтому эта гармошка мне намного ближе. Ближе. Потому что на такой гармошке она называется Golden Melody. Поэтому играть мелодии на ней просто комфортно. А есть губные гармошки типа Blues. Именно которые рассчитаны для игры блюза. Ну там повышать, понижать ноты. Блюз на этом же строится. Если не найдете Golden Melody, что абсолютно может быть, конечно же. Или Special 20. Закажите Special 20 на каком-нибудь сайте. Хорошем. Но я вам советую заказать губную гармошку, например, на сайте Все для музыкантов. Это очень замечательный магазин музыкальный. И именно спонсором этого видео сегодня у нас как раз таки и является этот магазин Все для музыкантов. И он нам предоставил вот эту губную гармошку от компании Suzuki Overdrive. Такая более-менее новая модель. Тональность D. Это очень замечательная, кстати, гармошка. Она необычная по сравнению с другими. Видите, здесь отверстие есть. Но мы сегодня с вами ее тоже рассмотрим. Ссылка также на сайт будет в описании под видео. Там можете приобрести этот инструмент. Этот магазин уже хорош тем, что там есть губные гармошки компании Suzuki. Означится и губные гармошки компании Honor обязательно будут. Каждому человеку, друзья, нравится своя какая-то фирма. И поэтому вам следует попробовать и поиграть на Suzuki, и на Honor, и на Tombow. КОНЕЦ КОНЕЦ